Привет, друзья! Вы на канале Manus Life. И в сегодняшнем видео я хочу затронуть такие важнейшие события, которые произошли в марте месяца, которые сотрясли не только Чешскую Республику, но и всю Европу, весь мир. Поэтому хочу сразу сказать, что это видео несет такой ознакомительный характер с некоторой статистикой и предостерегающий характер в плане карантина во всем мире, не только в Чехии, а и в Украине тоже, в России, в любых странах, в которых вы меня смотрите. Хочу начать с хронологии событий и параллельно буду озвучивать эти даты и делиться своим мнением по поводу всего этого, что происходит и что реально стоит нам ожидать, к чему реально готовиться. Обращайте внимание на цифры, обращайте внимание на те, так сказать, случаи, которые я буду озвучивать. Это очень важно. Итак, начнем с того момента, все вы знаете, что в конце декабря 2019 года началась новая эпидемия для нашего мира, так сказать, которая еще не знает никто, как ее лечить. До сих пор китайцы уже вроде бы нашли там варианты лечения. У них в любом случае идет спад. Новая эпидемия – коронавирус. Эпидемия эта пришла в Европу в начале марта, где-то с первых чисел марта, с конца февраля, плюс-минус. Я как в каких странах, но реально такова. Мы сейчас находимся в Чехии. По последним видео вы все, в принципе, знаете. Уже больше года здесь. И вот реально с первых чисел началась и здесь эпидемия коронавируса. Потихоньку она начиналась. Ну а уже с середины марта, там с 11 марта, если быть точным, начались делаться первые шаги. Первые, так сказать, панические экстренные шаги по введению карантинов, ограничениям по перемещению по всей Чехии и так далее. То есть вот первая дата такая значительная – это 11 марта. То есть введение карантина на неопределенный срок. Закрываются все школы, высшие учебные заведения. Запрещаются все мероприятия с участием более 100 человек. То есть все эти видео, в принципе, есть на канале. Можете их более подробно посмотреть, но сейчас не об этом. И в этот же период берем сразу же аналогию, проводим с работой, с продуктами питания, потому что это как бы важные процессы, так сказать, пункты, от которых жизнь не может, так сказать, действовать. Работа была без изменений, то есть все вроде нормально. В Чехии была работа, продукты тоже были доступны, то есть вопросов нет. А это было с 11 числа. По коронавирусу Чехия была на тот момент уже 64 случая доступна. Китай на тот момент уже имел 80 793 случая, из них 3169 смертей. Италия 12 462 случая, 827, там уже такая начиналась вспышечка. В США 1301 случай, 38 из которых смерти Испания, 2277, 55 смертей Германии, 1966 случаев заражения, 3 смерти Ирана, 9354 смерти. Почему взял эти страны, так сказать, те страны, которые сейчас находятся в топе заражения вирусом, на них мы будем обращать внимание, как эта все динамика двигалась, поэтому за этим внимательно следить. 12 марта уже было введено чрезвычайное положение в Чехии, не только в Чехии, но и по некоторым странам Европы также введено, ограничивая сразу рестораны, спортзалы, бассейны, то есть уже запрещается находиться на разных типах мероприятий более 30 человек, запрет на въезды, выезды из Чешской Республики и запреты из 15 стран, то есть тоже есть видео на канале, можете посмотреть, уже на тот момент Чехия имеет 94 случая заражения, то есть уже на 30 больше, Италия 15113 человек, США 1697, Испания 3146, в которые тоже, кстати, вводится чрезвычайное положение, Германия 2745, Иран 10075, соответственно, тоже увеличивается и количество смертей, и эта вся статистика можете посмотреть на сайте, который я предоставлял тоже в ссылках под видео, если нужно, пожалуйста, обращайтесь, я тоже предоставлю, то есть все тоже, работа есть, все хорошо, вроде бы как бы ничего плохого нет, вот, но начинаются панические атаки у людей, то есть закупаются продукты, некоторые есть дефицитные продукты, естественно, кто-то в это время делает, так сказать, некоторые коррупционные схемы, поднятие цен и так дальше, это все, в принципе, происходило, и мы могли наблюдать в тех же соцсетях, это все на ура, так сказать, было, по средствам защиты, то есть никто ничего не знал, на самом деле, как использовать, точнее, ничего даже не было, тех же масок, тех же дезинфицирующих средств, то есть как лечить эту болезнь, там рассказывали, мойте руки и все такое, ну, в принципе, да, определенные меры предостережения были, но никто реально из тех же властей, из правительства, никто не знал, что с ним делать, с этой, так сказать, начинающейся эпидемией, вот, 16 марта уже правительство Чешской Республики впервые ограничило свободу передвижения, то есть общенациональный карантин до 24 марта ввелся, в итоге он продлился до 1 апреля, то есть сейчас тот карантин, который вводился, и было тоже видео, что ограниченное перемещение до 24 марта, его продлили до 1 апреля, то есть, соответственно, я, честно вам скажу, буду, так сказать, честным, ну, в принципе, думаю, так все понятно, его будет продлевать и дальше, потому что пока не выровняет ту кривую, которая сейчас растет по коронавирусу, то есть, чуть-чуть, если не пойдет на спар, то никто ничего не будет делать, будет реально все продлеваться и дальше. В этот же период, 16 марта, закрываются отели, кафе, рестораны, организовывают передвижение только на работу, со продуктами, в магазин, аптека, выгул собак и так дальше, работа идет без изменений, автоматически сразу же прекращается прием визовых заявлений о ВНЖ и ПМЖ, краткосрочные визы, то есть это все тоже было видео, в курсе, если нет, можете пересмотреть, параллельно закрывают границы, вводится обязательный карантин для всех людей, возвращающихся из зон риска. И тут же тоже Чехия продлевает визы всем иностранцам, кто остался в Чехии на 60 дней, которые работают легально. Этот вопрос много еще людей, ребят, задает, сразу вам скажу, адресуйте эти все вопросы своей агентуре, своему работодателю, потому что тут все просто, ребят, никто заехать не может, неизвестно на какой срок это все еще будет продлеваться, поэтому никто не заедет пока, в любом случае, кто останется, тот будет работать. Работа будет, понятно, что сейчас есть такой период этого карантина двухнедельный, у кого-то трехнедельный, вот, поэтому работы, соответственно, нет. Можете заниматься какими-то подработками, если есть возможность, конечно. Если нет, в любом случае, никто не выгонит, только вы сами можете зарегистрироваться по системе ДРУГ, то, что я вам рассказывал в видео, кстати, и в этом посмотрите, либо, опять же, оставаться и работать, потому что рабочая сила Чехии, это не только Чехия и Польша, где все работают, там тоже украинцы и не только другие иностранцы, нужна, вот. Экономику нужно поднимать, сейчас будут очень большие дыры в экономике, потому что очень большие средства выделяются на возмещение, так сказать, тех средств, которые сейчас тратятся на людей, которые остаются с детьми, на те предприятия, где нет работы, но работодатели должны сохранить работников и так далее, вот. В этот же день в Чехии уже 293 случаи заражения коронавирусом, в Италии рекорды пошли 28 тысяч людей почти, уже 2200 смертей, США начинает набирать обороты 4663 заражения, 86 смертей, Испания 9942 заражения, 342 смертей, Иран почти 15 тысяч заражений, 853 смертей, Германия 7272, из которых 17 смертей. То есть работа пока еще была, все было классно, вопросов не было. 19 марта вводится обязательное условие в Чехии, ношение маски, закрывая нос, рот, либо носить вуаль, шарф, у кого нет масок, а масок не было нигде, я вам так скажу, еще до этого, так сказать, нововведения, я лично обошел в нашем городе, наш город маленький, 13 тысяч населения, 5 или 7 аптек, нигде не было, сразу висели вывески, что масок нету, дезинфицирующих средств нету, поэтому можете даже не спрашивать, то есть не тратить время ни свое, ни ихнее. Вот, что у нас, где мы брали эти маски, нам пошило Mitsubishi, вот такие вот масочки, кто видел в инстаграме фотографии, я это выставлял, то есть такие вот маски, которые нужно, дали инструкции специальные, которые нужно стирать, гладить при определенных температурах и так далее, то есть дали два комплекта, вот, и там еще сделали третий комплект, то есть они сами выделили работников, закупили ткани, все это сделали, потому что с 19 марта кто ходил без маски на улице, если полиция поймает, а полиция реально ездила, полиция смотрит и сейчас до сих пор, и я вам так скажу, есть уже были первые люди, которых штрафовали, штраф до 20 тысяч крон, одного какого-то словака поймали, 10 тысяч штраф он заплатил на месте, то есть это все реально работает, и это не шутки, вот, поэтому маски сами вышли с этой ситуацией, то есть ждали какие-то там поставки из Китая, пока они дошли, это уже было, ну, они уже сейчас приехали, и сейчас есть информация, что эти маски будут, по крайней мере, вот нас в городе будут раздавать эти маски в определенные дни, нужно сначала позвонить по телефону горячей линии, заказать для своих членов с ними количество масок, и в определенный день прийти и их забрать там в определенном месте, честно не знаю, как это будет работать, буду еще смотреть эту информацию, все полностью проверять, а потом уже дальше, если что, поделюсь, вот. В этот же момент закрываются первые заводы, то есть Skoda, Hyundai, TPCA, это Toyota, Peugeot, Ctrm, автомобил, и предварительно есть информация до 5 апреля на карантин, были случаи заражения у людей, также были проблемы, так сказать, с поставщиками, с деталями, то есть уже падала производительность, так сказать, ихняя, поэтому принудительно приходилось закрывать большие предприятия. Мы пока работали в Mitsubishi, то есть все нормально было, вопросов не было. Здесь же, в Чехии, имеет 765 случаев заражения, Италия идет на рекорды 41 тысяча заражений, уже 3400 смерти, они в этом случае догнали уже Китай по смертям, США 13800, Испания 18000, Иран 18000, Германия 15000, 44 смертей. У нас, честно, ну и лично меня интересовало две страны, даже три, так скажу, это Италия, Германия и Австрия. Германия и Австрия это соседи Чехии, со стороны Польши и Словакии была более спокойная ситуация, ну а со стороны Чехии, вот со стороны, прошу извинения за Германию и Австрию, такие значительные вспышки, особенно в Германии. Вот, ну и 25 марта, собственно, сегодня такая информация, завод Митсубиси закрылся, вот, отработали мы сегодня последнюю смену, 25 марта, дата видео тоже 25 марта, до 6 апреля, завод Митсубиси тоже закрыт, такие нам раздали, вот нам сегодня информационные буглеты, переведенные на чешском, с чешского языка на украинский, вот, то есть мы закрыты на карантин, но, я вам так скажу, здесь все расписывается в том, так сказать, проблема вся в том, что не хватает деталей, вот, не хватает деталей, деталей и поэтому тут никаких по здоровью вопросов нет, все ходили в масках, все работали, кто был на карантине, сразу скажу, отправили возраст 65 плюс всех на карантин, естественно, с оплатой, если не ошибаюсь, там 60% от средней зарплаты, и ребят, которых была температура, сразу тоже отправляли домой, чтобы не было никаких проблем. В чем здесь фишка? Здесь все абсолютно указано, то есть, что есть проблема, что если вдруг что вызовут на работу, если вдруг раньше появится возможность, если нет, будет продлеваться, то будет продлеваться. Зарплату мы будем получать 70% среднего заработка, и что самое интересное, указано, что выносится до всех, даже для темчасово принятых противников за агентуру працев, поэтому, ребят, тем, это информация для тех ребят, которые работают на агентурах, на своих заводах, и если вдруг какие-то есть вопросы, пускай обращайтесь реально на агентуру, оплачивает государство, это 100%, государство оплачивает заводом, а заводы уже перечисляют деньги агентуру. Естественно, агентура может в этом плане, конечно, заработать денег, все мы прекрасно понимаем, что не без этого, но у нас, слава богу, нормальная агентура, в этом плане все отлично расписано, перевели, то есть это письмо, так сказать, президента Митсубиси, и мы спокойно отдыхаем на карантине. Вот, а что сегодня также произошло, если не произошло, ужесточение карантина, не собираться больше двух человек на улице, мера направлена на борьбу с гражданами, которые собирались в парках или вблизи заведений, которые предлагают еду и напитки на вынос, то есть пришли ребята, заказали еду, сели на лавочке, по два часа посидели там, пообщались, покурили, в масочках, естественно, все там, все хорошо, либо с собачкой погуляли, как там тоже от Виталий предлог, не выпускают вообще на улицу, кроме того, как с собакой погулять. И все, то есть есть такое, как бы спокойно все происходит, все люди реально в масках, вопросов нет, то есть, да, правительство тоже не совсем хорошее, опять же, чехи, это со слов чехов, жалуются на свое правительство, но тем не менее все придерживаются тех правил, которые устанавливает государство. Я к чему веду? Украина пошла по аналогичной системе, и честно, я был поражен, как за то время, что там происходили здесь, в Чехии, какие-то действия, Украина аналогично проводила действия у нас, так сказать, в нашей стране. Поэтому, пускай там на день-два опоздания, я видел те ситуации, читал новости, что там закрывалось метро, конечно, есть неорганизованность очень большая. Ну и, ребят, честно, хочу сказать всем абсолютно и настоятельно рекомендую придерживаться тех правил, те вводные, так сказать, которые предлагает правительство в любом случае. Ну вот, даже пример беру по той же Чехии. Центр Европы все-таки, как ни крути, да, относится к Евросоюзу, может быть, если бы Украина была в Евросоюзе, может, там были какие-то другие действия. Но в любом случае, нету масок, не вопрос. Сами все пошили, сами входят в масках. Не важно вообще, как ты выглядишь, главное свое здоровье, это в первую очередь. Ну вот, если озвучили карантин, сидеть дома, нет возможности работать на дому, да, согласен, ходим на работу, но опять же, при этом надеваем маску, используем дезинфекторы разного рода, есть, можно делать и самому это все, тем более наш народ смекалистый, сможет это все забацать за 2 секунды. Вот. А прийти с улицы, помыть руки, лицо с мылом, я лично сейчас каждый день вообще под 10 раз это все делаю, вроде бы чепуха, не знаю, к нам говорят фейк, это не фейк специально, не специально. Ребят, пока не коснулось это никого, лично, там, кого-то знакомых, друзей, соседей, слава богу, и пускай не касается. Но когда, да не дай бог, что случится, будет аналогично Италии, в котором сейчас на секундочку 70 тысяч почти зараженных и 6-800 тысяч смертей, каждый день по 300-400 людей умирает, из, как правило, там, ну, по всей Италии, естественно, ну, в одном городе можно быть по 90 смертей, по 60, да, пускай это пенсионеры, в основном в средний возраст это 80+, которые болеют, там, почти 20% всей смертности пенсионеры, уже в мире на секундочку 440 тысяч заражений. Это прошло с начала марта, грубо говоря, там, 25 дней, то есть месяц. За месяц полмиллиона людей заразилось и 20 тысяч умерло. Это по официальным данным, то, что мы знаем. То есть в реальности, чтобы предотвратить всю эту ситуацию, честно, меня лично напрягает закрытие границ. То есть мне отменили билеты. Кто смотрел последний стрим наш, прямой эфир, мы на канале, я рассказывал, что мы собирались в апреле ехать в Киев, соединять семью, ребенка, то есть есть дата. Я уже понимаю, что эта дата перенесена, потому что мне за месяц, 22 числа марта, прислал Визейр официальное предложение либо вернуть деньги в размере 120% моих средств, то есть я там потратил 30 евро за билет, то есть мне вернули 36, положить на счеты, в течение двух лет их использовать, либо выбрать другое направление, потому что Украина закрыта. Все. И вылететь с Австрии, мы брали билеты через Вену, не можем. Соответственно, и Фликсбаз аналогично прислал мне тоже автобусная компания на возврат билета, либо замену, так сказать, дороги, куда я там планирую поехать в другое место, на эти деньги, либо добавить. Поэтому все как бы очень серьезно, и то, что там сейчас кто-то там верит, кто-то не верит, ну честно, это ваше, конечно, право, ваше мнение. Я рекомендую придерживаться тех правил, оставаться дома, если это возможно, естественно. Обязательно мойте руки, лицо, минимум встреч с друзьями, родственниками, есть телефон, есть социальные сети, интернет не отключили, слава богу, все это работает, пожалуйста, общайтесь, гуляйте, отдыхайте, по вайперу, по скайпу и так дальше. Держать дистанцию в общественных местах минимум метр лучше два. Здесь в магазинах наш видел такие метки специальные, сделанные на расстоянии двух метров, то есть красные такие точки, можно стоять на этих точках, чтобы не приходить к какому-то человеку. То, что маска, говорят, нельзя ходить в масках, если ты не заболевший. Ну откуда вы знаете, кто рядом с вами ходит, заболевший, не заболевший. Чихать тоже, желательно прикрывать рот, это все разлетается. Вирус такой как бы непонятный нашему вообще обществу, нашему медицине, не только во всемирной медицине непонятный, но как он реально лечится, никто еще толком не знает. Поэтому он усугубляет все те заболевания, которые уже есть у человека. Соответственно, ускоряет просто те процессы, которые там у него запущены уже, и он просто ускоряет их, и человек быстро умирает. Поэтому лучше делать. Если нет маски, опять же, можно пошить. Заменить на альтернативу шарф, платок. В магазинах одевайте одноразовые перчатки, тем более предоставляется это все. Взяли, дели, выбрали тех продуктов. Не надо ходить там, трогать все продукты просто руками, голыми. Такие вот важные пункты. Еще один момент, конечно, опять же, не забывайте о своих дедушках, бабушках, пенсионерах. Если есть возможность, в соседях помогайте. Ну, понятно, что без контакта. Помогите там с покупками, с выболом животных, либо еще какие-то там возможности есть у вас. Пожалуйста. Вот. Поэтому, ребят, такая вот информация. Извините, конечно, что получилось такое длительное видео. Вот. Хотел покороче все это сделать. В любом случае, хочу вам сказать спасибо за ваши слова, за вашу поддержку, за то, что с нами. Я вам желаю всем крепкого здоровья, всем вашим семьям. Берегите себя. И увидимся уже в новых видео. Всем пока.